Всем привет! Попытка номер 295. Обзор наушников Galaxy Vise. Смотрите, какая шикарнейшая анимация. Но эта анимация есть только на смартфонах Samsung. Также есть виджеты. Это Samsung Galaxy Fold 3 у нас участвует в обзоре. Есть виджеты прикольные. Я все главные виджеты. Вот в чем фишка. Мы можем выносить в один виджет, добавлять два, чтобы экономить место на рабочем столе. Мы можем создавать стики. Например, когда мы нажимаем, видим, да, изменить набор. И можем сюда создавать дополнительные виджеты, какие хотим. И я сюда самые основные два добавил. То есть шумоподавление. Мне неудобно в наушниках их включать, и в наушниках может быть места не быть на сенсорах для него. А так мы тут виджет вынести, шумоподавление и блокировка сенсора, так как сенсоры тут чувствительные. И обворачиваем назад, да, и можем видеть наш заряд наушников. Заряд наушников, соточка, и заряд нашего кейса 29. Так, подключается он сразу. Никаких кнопок на кейсе нашем нет. Вот кейс шикарнейший. Он очень удобный. Так, сейчас мы это вот сюда. И можно носить, в принципе, в кармане, он не мешает. Наушники с него не выскакивают, не выпрыгивают. В принципе, если сильно бабахнуть, анимация просто шикарная, то они могут вылететь. Это новый вид наушников. Это не вкладыши и не накладные. Это что-то среднее, непонятное. Он засовывается в ухо, как вкладыш, и потом вы его проворачиваете, и он становится именно четко в вашу ушную раковину. Для меня, у меня все наушники выпадают. AirPods, Oppo и Xiaomi все выпадают. Один нормально держится, а другой выпадает. А тут прям просто шикарно. Поэтому я и взял его. Плюс эргоэкономика здесь до 8 часов воспроизведения музыки. Ну, это уже бушные наушники, чуть меньше, но вот я их в четверг зарядил с кейсом, да. Видим, кейс сял уже, и до сих пор я себе ношу, слушаю музыку, разговариваю по телефону. То есть, это самые эргоэкономичные наушники на рынке. Супер. Из минусов. Тут очень слабое шумоподавление. Оно тут есть, оно чувствуется давление на голову, где-то чуть-чуть глушит, но все равно вы все, в принципе, нормально слышите. В чем здесь фишка шумоподавления? Оно здесь есть, но оно очень слабое. Собеседник вас 100% всегда слышит. Микрофон здесь хороший, но не идеальный. Но, когда вы включаете музыку на 70%, без шумоподавления, им тут вообще можно не пользоваться, вы ничего не слышите. Собеседник все слышит, вас слышит, как вы слушаете музыку, но вы ничего не слышите. 70% на 100% вы просто можете менять свои барабаны и перепонки, потому что они валают как баси, бас тоже просто шикарный. Валают как хорошие колонки, 5 в 1 система, просто очень много. Больше 70% я не рекомендую включать, потому что это вашим барабанным перепонкам просто труба будет. Поэтому шумоподавление присутствует, но оно здесь очень плохое. Но за счет того, что они очень громкие и басистые, вы ничего не будете слышать, что происходит в кругу. Лучше всего, естественно, они работают с самыми последними моделями Samsung. Тут есть специальное их приложение Samsung VR, называется V-Rayble, как-то так. Оно у меня где-то есть, но, в общем, вот оно. Так, Samsung V-Rayble. Активное шумоподавление. Можете не включать, в принципе, без разницы. Сенсорное управление здесь или Bixby, естественно, нам это не надо. Активное шумоподавление нам не надо, поэтому уменьшение и увеличение громкости. То есть, в одном, если один наушник может у вас не работать, в связке с двумя оно работает. То есть, вы зажимаете ухо и у вас увеличивается громкость. Правое ухо, левое, у вас зажимаете и уменьшается громкость. Сенсоры хорошие, реагируют на все. Блокировка касаний, у вас не будет работать сенсоры. Тут ясно. Эквалайзер. Минус, что его нельзя настроить, но его можно настроить в любом другом приложении медиаплеера. Вот. В принципе, я сколько раз выбирал разные эквалайзеры, звук практически не меняется. Поэтому все время возвращался на стандартный. Это идеальное соотношение. Так, если мы включим нашу музыку, вы можете услышать, как они валают. То есть, очень, очень громко. Если один вы ложите в кейс, то один у вас продолжает работать. Все время путаю, как они уложатся. Магнитики здесь хорошие. Все. Один пользуется. Два нажатия следующий трек. Три нажатия предыдущий трек. Раз, два, три. Видим. Включаю то, что есть вниз. Раз, два, три. Хард кис. Раз, два, три. Монатик. То есть, все работает. Это то же самое. Раз, два. Следующая мелодия. Ну, сложно так, если без уха. Нажму на этом. Раз, два. Все, видим, да? Хард кис включился. Раз, я остановил. Если мы... Сейчас включу. Зажимаем на правом ухе. Будет увеличиваться громкость. Видим, да? Увеличивается. Если на левом, ну, без уха он сложно работает. То есть, мне нужно его сунуть в ухо, и тогда он будет работать. Там, а, скорее всего, датчики, которые надо перекрыть здесь. Сейчас запущу. Там быстрее будет. На примере я зажимаю. Видим, да? Я датчик закрыл, и он работает. Раз, два. Следующий трек. Предыдущий на четыре раза нажал. В общем, в ухе оно все идеально работает. Без уха сложно им руководить. Вот. Эквалайзер тут достаточно скудная настройка. Bixby нам не надо. Быстрое подключение наушников. Работает шикарно. Вы, например... Ну, я уже показывал, да? Отключили Bluetooth. Включили Bluetooth. Открыли кейс. Никаких кнопок на кейсе нет. Он сразу вам его подключит. Все, наушники подключены. Вон, видите. 99% и заряд кейса показывает. Так. Audio 360. Я не знаю. Это функция, наверное, несколько наушников можно положить. Я и не пользуюсь. Обнаружение в наушниках для звонков. Тоже включено. Кстати, что здесь... Какая фишка? Еще одна фишка. Тут есть поиск наушников. То есть, вы нажимаете поиск наушников. Благодаря приложению Samsung. Вы можете искать или Galaxy Buds, или ваш телефон. Да, вот. Раз. И увидим, где наши наушники. Можно включить сигнал. Наушники будут кричать, что они здесь. Вот так они ищут. Я не знаю, вы слышите, конечно, вы их или нет. Да, разве что, если где-то в траве вы потеряли при соединении с порта. Можете один отключать, чтобы только один искал. Вот. Также можно и телефон свой искать. Очень классная функция. Работает только с Samsung. Что телефон, что наушники можно искать. Вала это не очень громко. Экономика шикарная. Шумоподавления здесь особо нет. Им можно не пользоваться. Это единственный, наверное, ихний минус. Во всем остальном, я могу рекомендовать эти наушники. Очень красивые. Самое главное, почти в любых ушах они будут держаться хорошо. Разве что есть какие-то исключения из правил. Они всегда есть. Но вот мне ничего особо не подходило. А эти наушники мне подошли. Но лучше всего они работают с компанией Samsung. Поэтому, если вам нужно для музыки, для спорта, это шикарный выбор. Если нужно для разговоров, чтобы у вас собеседник не слышал, что вы находитесь на улице, на улице это выбор очень плохой. Потому что собеседник все будет слышать. Шумоподавления здесь для собеседника нет. С вами были товары из Поднебесной. Хорошего вам дня. Па-па. Субтитры сделал DimaTorzok